Не рисуя чертеж, внимание, не рисуя чертеж, скажите, лежит ли точка с координатами 2,1, то есть абсцисса равна 2, координата равна 1, 2,1, внутри или вне треугольника с вершинами 1,1, 2,4 и 4,0. Задача на воображение. Вне. Не рисуя, вам сказали, в тетради ничего рисовать нельзя. Повторяю. Не рисуя чертеж, сообразите, просто представьте себе эту картинку, лежит или не лежит. Лежит. Точка с координатами 2,1, внутри или вне треугольника с координатами, вершинами у которого координаты 1,1,2,4 и 4,0. Если не лежит, то почему? Если не лежит, то тоже почему? Повторяю, запрещено рисовать чертушек. Все остальное можно. Да, просто. Извините, как у снайпера, сразу представила четверг в голове. Смотрите, рассмотрим прямую из точки 1,1 до точки 4,0. Из точки 1,1 в точку 4,0. Да, есть такая. Очевидно, что наша точка 2,1 лежит над ней. А вот, если лежат в ней, ведь 4,0. Да. Точка 2,1 лежит над ней дальше. Теперь, точка 2,4 лежит над точкой 2,1, причем вертикально прямами, если можно произвести. Да. Задача на геометрическое воображение, понимаете, здесь установлено что-то здесь либо есть, либо нет. Это, между прочим, очень такая запахная вещь. Смотрите, что происходит. У вас есть глаза. Вот вы сейчас смотрите, и вы получаете огромный объем информации через зрение. Да? Вы не просто видите, вы видите цвета, вы видите, как, вот я сейчас там сделал шаг назад, шаг вперед, да? Огромный объем информации. И у вас есть, что называется, текстовая информация. Эти самые числа, 2,1,1,1, да? Смотрите, для чего же плохо в нашей голове происходит переход от одного формата представления информации к другому. То есть вам дали эти координаты, но поскольку наш мозг не привык к этим самым координатам, это не потому, что он слабый, а потому, что не привык. Потому что наши с вами предки, когда вы едете за рулем, никогда не держите в руке еду. Потому что в критической ситуации, ну, когда что-то на дороге резко изменится, я не знаю, пешеход выбежит на дорогу, или какая-то машина совершит неожиданные маневры, или еще что-нибудь. В критической ситуации ваши руки сами собой выпустят руль, но не выпустят бутерброд. Потому что наш мозг знает, что надо спасать еду. За миллионы лет привык. А автомобили появились недавно. И что такое руль, и что это важно, наш мозг еще не понимает. Это, на самом деле, ребята, правда. Действительно, эволюцией мы к некоторым вещам что-то за это приучены, а слишком недавно появились все эти рули, все эти кнопочки и так далее, понимаете, через какое-то количество лет или через какое-то количество поколений наверное придумают какой-нибудь переходник между нашим мозгом и математическим задачей. Представляете? Произвести перевод из математического языка на язык внутреннего представления задач в мозге. Бусинова. И все. Имграина будет решена. Так, давайте я объясню как, наверное, я бы стал решать. Я бы мысленно наверное сказал следующее. Возьмем и вычтем из всех-всех-всех чисел по единичке. То есть сделаем параллельный перенос налево на единицу и вниз на единицу. Тогда точка получится с координатами 1,0. Все представляют, что это 1,0? Это от начала координат справа сдвиг на единичку. А другие точки станут вот какими. Начало координат это что такое? 1,3 это так довольно высоко. И здесь будет что? 3, минус 1. Ну давайте на координатной плоскости нарисуем. Нарисовать нельзя же. Нет, нельзя я понимаю, но хочется. Итак, что такое 2,1? Это вот здесь точка. Что такое 1,1? Это вот эта точка. Что такое 2,4? 1,2 3,4 это вот здесь точка. И наконец что такое 4,0? Это вот здесь точка. Так, все понимают, что Кови был прав. Ну хорошо. Хорошо. Лежит. Лежит.